День Матери отмечают сегодня во всем мире. В Украине его празднуют с 99-го года. И в последнее время все больше людей пользуются этой возможностью, чтобы поздравить родных и близких людей. В Киеве мамы погибших воинов АТО и Героев Небесной Сотни возложили цветы к стене памяти и прошли маршем по центру города. Все подробности расскажет Богдан Вербицкий. День Матери со слезами на глазах. Нашим минулым стали те, кто могли стать нашим моим годом. Мамы Героев Небесной Сотни погибших украинских воинов собрались сегодня на Михайловской площади, чтобы почтить память своих сыновей. Украина потеряла самых лучших, потому что они первые пошли. На восток ушел и сын Тамары Лысенко Алексей. Женщина рассказывает, едва пришла повестка, сын собрал вещи и поехал сначала в воинскую часть, затем на Донбасс. В январе 16-го его не стало. Это мой сын Олексей, 92-го года, что Лешик, что Дима. Они вместе были на задании, вместе вернулись. В период выполнения боевого задания, уже вернулись, они наступили на расстяжку. Сын не загибал сразу. Не могу хоть. Сын Надежды Попович Денис ушел на фронт добровольцем. Защищал Донецкий аэропорт. Погиб в 2015-м. У него остались двое сыновей. Когда папы не стало, Илье было три годика, а старшему Кириллу семь. Он загибал 22 сентября. На второй день, после того, как павел аэропорт. Как раз на День Соборности Украины. Он спасал ребят. Их окружили сепаратисты танками. Подошли с нашими прапорами. Гордиться своим сыном Эпилагия Блек. Мама – Герой Небесной Сотни. Ее Иван также погиб за Украину. Дом у него остались трое детей. 19-го поехал, 20-го лютого сранку. Где-то с половиной десятого уже был забит. От колес снайпера. Сердце. На нем обобрали жилет. Товщиной 10-мм жести. Бляхи так было. И пробило это насквозь. После минуты молчания родственники и курсанты Академии МВД возложили цветы к стене памяти у Михайловского собора. А в самой церкви провели молебен. После литургии родственники отправились на институтскую. На аллее Героя Небесной Сотни зажгли лампадки в память о погибших. Но Тамара, мама героя АТО Алексея Лысенко, уверяет, сын оберегает свою бригаду на небесах. Ведь после его гибели никто из побратимов на фронте не погиб. Богдан Вербицкий, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.